Существует большое разнообразие популярных автомобилей, которые известны по всему миру по какой-то определенной причине. Например, маленький ублюдок, автомобиль актера Джеймса Дина. Если не в курсе, чем славится этот Porsche Spyder, то жми на подсказку вверху. Но какой бы ни была причина, многие из этих машин – ничто по сравнению с той, о которой пойдет речь в этом видео. Итак, в 1957 году автомобиль Плимут Бельведер стал известен только потому, что был похоронен на долгие 50 лет. Уже прошло 63 года с тех пор, как она была погребена под землю. Но слава этого автомобиля растет с каждым днем в геометрической прогрессии. Привет! Вы на канале НСК Шоу. И сегодня вас ждет довольно интересная история. Неделя золотого юбилея. Только представьте, вы выиграли оригинальный автомобиль 1957 года. Да и не что-то там средненькое, а классический Плимут Бельведер с пробегом всего 6 километров. Звучит круто, не так ли? Знаете, ведь кому-то действительно повезло. Но, к сожалению, автомобиль не на ходу, потому что он покрыт ржавчиной и коррозией. Поскольку последние 50 лет находился в закрытом бетонном хранилище. Дело в том, что 15 июня 1957 года, в день празднования 50-летия присоединения штата Оклахома к Соединенным Штатам Америки, в небольшом городке Талса произошло просто невероятное событие под названием «Неделя золотого юбилея», которое навсегда вошло в историю. В те дни было захоронено новейшее спортивное купе Плимут Бельведер в своеобразной капсуле времени, дата вскрытия которой назначалась через 50 лет. Вообще, капсулы времени с различными посланиями к потомкам пользуются очень большой популярностью в Соединенных Штатах. Поэтому юбилей в городке Талса как можно лучше подходил для этого удивительного мероприятия. Это было послание людям из будущего, то есть таким, как мы с вами. Но как выглядела эта капсула времени, возможно, спросите вы. На самом деле Бельведер был похоронен в подземном хранилище, которое было построено под двором здания городского суда. В некотором смысле такое хранилище напоминало классическое укрытие от радиоактивных осадков времен Холодной войны. Его толстые изолированные бетонные стены были предназначены для сохранения автомобиля в его первоначальном состоянии. Для того, чтобы передать дух Америке того времени, организаторы сего действа положили в багажник автомобиля несколько вещей, которые так и были оставлены счастливому будущему владельцу купе. Среди всего прочего, там были ключи от машины, аэрофотоснимок местности, тюбик помады, упаковка жевательной резинки, зажигалка, пачка сигарет и две расчески. Кроме того, герметично закрытый стальной контейнер, закупанный за автомобилем, содержал 10 галлонов бензина и немного моторного масла, которые, вероятно, были положены туда на тот случай, если автомобили с бензиновым двигателем устареют к моменту вскрытия капсулы. Также там было послание от мэра и представителей торгово-промышленной палаты. И, конечно же, американский флаг с тогда еще 48 звездами. Наконец, вместе с машиной была захоронена квитанция сберегательного банковского счета на 100 долларов. Как вы сами понимаете, спустя полвека эта банкнота уже стоила 1200 долларов. Счастливая лотерея. Ну и самым главным подарком этого послания, конечно же, стал автомобиль Plymouth Belvedere Sport Coupe 1957 года выпуска. Машина была окрашена в два цвета – золотой и белый. Кстати, хотелось бы еще отметить, что данное авто стало подарком от лидеров компании Plymouth. На церемонии этого своеобразного захоронения Льюис Робертс, старший управляющий, с особой гордостью заявил, что эта машина представляет собой выдающийся продукт американской инженерной мысли, которая не устареет даже через 50 лет. И знаете, хотелось бы подтвердить эти слова, поскольку Plymouth Belvedere 1957 года в то время и правда был самым передовым транспортным средством. Поэтому можно было смело сказать, что этот автомобиль отлично подходил для демонстрации вершин американской культуры в постапокалиптическом мире, покрытым радиоактивными сугробами и ядерной зимы. Ну ладно, мы немного отошли от основной темы. Как вы уже поняли, вся эта акция была просто замечательным пиар-ходом автомобильного дилера. Plymouth Belvedere расположили на специальной железной раме так, чтобы колеса не касались пола. После этого всю машину замотали пластиковой пленкой, чтобы уберечь ее от проникновения влаги. Перед тем, как автомобиль был похоронен, с гражданами решили провести своеобразную лотерею. Главный приз должен был быть вручен участнику или его родственнику, который ближе всех угадал значение количества населения Талсы в 2007 году. Только представьте, 812 человек охотно приняли участие в лотерее, при этом зная, что им придется подождать 50 лет, чтобы узнать, выиграют ли они привлекательный приз. Новое спортивное купе Plymouth Belvedere 1957 года. Кстати, все эти записи были собраны, опечатаны и похоронены вместе с машиной внутри хранилища. Кстати, забыл сказать, что автомобиль, ласково прозванный Miss Belvedere, сразу привлек всеобщее внимание. Его революционный дизайн, яркая двухцветная окраска и мощный двигатель V8 – настоящая мечта любого коллекционера, да и не только. После всех приготовлений, подвосторженные возгласы людей Plymouth Belvedere опустили в своеобразную гробницу, которую закрыли бетонной плитой и засыпали землей. Сверху всей этой конструкции была установлена мемориальная табличка. Раскопки Miss Belvedere Если вы думаете, что на протяжении всех этих 50 лет о машине просто-напросто забыли, то вы ошибаетесь. Для авто даже был создан специальный сайт, где фанаты и очевидцы могли обмениваться впечатлениями и воспоминаниями. В июне 2017 года, ровно через полвека, тысячи людей собрались в городе Телса, в Оклахоме, у здания местного суда, уже на празднование столетия государственности штата. Но, как вы уже поняли, это была не единственная причина такого ажиотажа. Также, именно в этот день можно было посмотреть на то, как из земли будет извлечен автомобиль Plymouth Belvedere 1957 года. Люди выстраивались в длинной очереди, чтобы не пропустить это потрясающее событие. Многие считали, что мисс Belvedere навсегда останется в идеальном состоянии, а ее новый владелец сможет просто отвезти ее в свой гараж прямо со двора городского суда. Кстати, город просто заполонили туристы и журналисты. Около 9 тысяч человек пришли посетить масштабное мероприятие, билеты на которые стоили от 5 до 20 американских долларов. И, кстати, были полностью раскуплены. Оставшиеся в живых жители городка шутливо говорили, что кому-то явно повезет заполучить Plymouth Belvedere. Ведь такая новенькая машина стоит явно больше 2 тысяч долларов, которые она стоила в те времена. Казалось бы, вот он момент истины, и все должно быть прекрасно. Однако, когда группа добровольцев сняла толстую бетонную крышку с хранилища, они натолкнулись на довольно удручающий сюрприз. В какой-то момент, во время полувекового подземного сна мисс Belvedere, одна из бетонных стен треснула, и вода заполнила все хранилище. Автомобиль и значительно проржавел, хотя на молдингах дверей и решетке радиатора еще просматривался хром. Автомобиль напоминал затонувший корабль. Сотни литров несвежей мутной воды полностью разрушили колеса, мотор и салон, а также практически все дополнительные предметы, которые были помещены в машину. Единственное, что полностью осталось нетронутым, так это капсула времени со всем своим содержимым. Кстати, шины автомобиля удалось накачать, а вот завести мисс Belvedere, как планировалось, легендарный реставратор машин Бойт Коддингтон так и не смог. И да, городским властям удалось найти невредимый список участников лотереи и определить победителя. Победители лотереи. Победителем конкурса стал мужчина по имени Раймонд Хумберсон, который предположил, что население Толсы в 2007 году составит 384 743 человека. И надо признаться, его предположение было самым близким к фактическому числу – 382 457 человек. Однако было обнаружено, что этот господин и его жена не имели детей и умерли в начале 1980-х годов. Таким образом, приз был передан его ближайшим родственникам, которые отправили автомобиль в Ультра-Уан – реставрационную мастерскую, специализирующуюся на удалении ржавчины. После многих часов кропотливой и утомительной работы «Мисс Бельведер» вышла гораздо больше похожей на машину. Дуайт Фостер, специалист из Ультра-Уан, рассказал в одном из интервью. Вы знаете, это было как папье-маше. Мы не знали, насколько все было плохо, пока сами не столкнулись с проблемой. Все, о чем мы думали, это то, что мы не сможем ничего сделать, поскольку металл был слишком хрупким. Но, к счастью, нам повезло. Кстати, хочется также рассказать вам, что хотя автомобиль и был частично восстановлен в 2009 году, ни один автомобильный музей в Соединенных Штатах Америки не был заинтересован в его показе вплоть до 2017 года. А все это из-за его печально изуродованного состояния. Хотя этим автомобилем до сих пор нельзя управлять, в настоящее время Плимут Бельведер наконец-таки нашел постоянное пристанище в историческом музее автомобильных аттракционов в Роско, штат Иллинойс. Я думаю, вам было бы интересно узнать, что Мисс Бельведер была не единственным Плимутом, похороненном в Талсе. Еще одно авто модели Праулер было похоронено в другом подземном хранилище в этом же городке в 1998 году. Предполагается, что эта машина будет поднята из земли в 2048 году, якобы как часть второй Плимутской лотереи. И знаете, теперь остается только надеяться, что городские власти подготовили более сильное и более надежное хранилище для всего этого. Надо признаться, из этой истории было извлечено множество уроков. Прежде всего, теперь достоверно известно, что может произойти при захоронении Плимута Бельведер на долгие 50 лет. К тому же теперь абсолютно точно ясно, насколько трудно восстановить ржавое ведро, пусть даже и очень знаменитое. Ну а на сегодня это все. Не забывайте оценивать видео, ну и конечно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание и пока!